МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конфликт между поколениями приводит к тому, что взрослые теряют контроль над формированием мировоззрения детей. Семинары проводятся при поддержке правительства Ленинградской области во всех районах. Самое интересное, что отклик есть и у молодежи, и у взрослых, и у родителей, и у местных администраций. Все понимают, что это действительно проблема, насущная проблема. Необходимо выстраивать гражданскую кибероборону. Чтобы понимал и младший, и старший. И если что-то, не дай бог, какие-то позывы, вовремя надо предупредить и обратиться к специалистам, чтобы не было ни ИГИЛов всяких, ни каких-то психологических срывов, типа расстрелов или еще чего-то. Специалисты говорят о том, что интернет несет в себе целое ядовитое море. Взрослым иной раз трудно отличить плохое от хорошего, а подросткам еще сложнее. Из всемирной паутины на молодого человека обрушиваются системные, хорошо продуманные акции, которые формируют положительное отношение к агрессии, терроризму, суицидальным настроениям. Трагедия в Керчи – случай масштабный и крайне тяжелый, но далеко не единственный. Это определенная работа, которая ведется на подрыв устойчивости территорий. Кому-то просто выгоднее потом будет за маленькие деньги скупать акции больших государственных предприятий. Для кого-то это просто бизнес. А для нас это реально трагедия, реально жизни наших детей, нашего населения. И мы, соответственно, должны быть вооружены, предупреждены, понимать, что за чем происходит. И подросткам, и взрослым важно формировать образ своего будущего, чтобы было к чему стремиться. Если интернет формирует негатив по отношению к своей стране, к карьере, к людям, которые тебя окружают, то важно понимать, кому это нужно и кто этим занимается, создавая соответствующие ресурсы. Потому что запретить все невозможно, мир уже другой. Важно научить понимать.